Всем привет, с вами ТОП Баскет. Мы все с вами давно привыкли к тому, что сборная США по баскетболу является безоговорочным фаворитом практически на любом турнире, будь то чемпионат мира или же Олимпийские игры, о которых, кстати, и пойдет речь. Но на самом деле бывали в истории сборной и невероятные, а порой совершенно безумные поражения, о которых и хотелось бы рассказать. Итак, это ТОП 5 провальных выступлений сборной США на Олимпийских играх. Погнали! А спонсором данного выпуска является баскетбольный бренд Комбаскет. Защита, компрессионное белье, форма и аксессуары, и все это с бесплатной доставкой. Ссылка в описании. Пятая строчка рейтинга – матч полуфинала Олимпиады 2000 года в Сиднее, США, Литва. Несмотря на то, что в тот день сборная США все-таки смогла одержать победу и выйти в финал турнира, сказать, что это было легко, просто не поворачивается язык. На самом деле, американцы еще никогда не одерживали такой тяжелой победы. И ведь все в тот вечер могло закончиться совсем по-другому. Если бы литовский разыгрывающий Шаруна Сисикевичус, который был просто неудержим на протяжении всей игры, все-таки смог забить тот решающий трехочковый. Четвертое место. Матч группового этапа Олимпиады 2004 года в Афинах, США, Литва. Наверное, стоит сразу сказать, что Олимпиада в Афинах для американцев была, пожалуй, самой провальной за всю многолетнюю историю сборных. Для Dream Team это была третья по счету игра в группе, в которой им вновь противостояла сборная Литвы. Но на этот раз Исикевичус не промахнулся и в нужный момент забросил три трехочковых в последней четверти. Последняя из которых, кстати, и похоронила США, доведя разницу в счете до четырех очков. На третьем месте нашего топа – полуфинал Олимпиады 2004 года в Афинах, США, Аргентина. После двух поражений на групповом этапе от Литвы и команды, которая занимает второе место в нашем рейтинге, но об этом чуть попозже, американская сборная, видимо, так и не смогла оправиться. Хотя у игроков было время забыть о недавних неудачах, собраться и идти дальше к золотым медалям. Но, к счастью или к радости, Аргентина не позволила сборной США этого сделать. В той игре Ману Женобили накидал 29 очков, а Аргентина выглядела невероятно сплоченной и целостной командой. В итоге Женобили помахал ручкой Данкону, утер нос всем суперкрутым звездам в составе Dream Team и прошел финал, где вместе со своей сборной одолел Италию и взял золото. Второе место топа и снова Олимпиада 2004 года – США, Пуэрто-Рико. Первая игра в Афинах, и в первой же игре американцы получили сокрушительный удар от пуэрто-риканцев. Сборной, от которой не ждали даже и выхода из группы. Это был абсолютный разгром, который невероятно сильно подпортил имидж непобедимой сборной. Ведь любой игрок из лагеря американцев превосходил в мастерстве своего соперника. Но это никак не помешало им просто слить игру. Карлос Ароя, который за свою карьеру в NBA в среднем не забивал и 7 очков, в ту ночь сумел забить 24, жестко унизив любимого всеми Алена Аверсона. Первое место рейтинга – матч полуфинала Олимпиады 1988 года – США, СССР. Простота, с которой лучшая сборная в истории Советского Союза прошлась в тот вечер по американцам, затронула нерв, наверное, каждого болельщика сборной США. И если поражения звездно-полосатых в 1972-м могли объяснить, с течением обстоятельств, судейским заговором и прочими неспортивными вещами, то именно в 1988-м США осознали, что одних студентов недостаточно, чтобы противостоять лучшим командам мира. Римас Куртинайтис тогда выдал 28-очковое шоу, и СССР доказали свое превосходство итоговым счетом 92-76, а затем и победой на тех памятных Олимпийских играх. Ну что ж, дорогие любители баскетбола, на этом наш выпуск подошел к концу. Если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Пока!